Долгожданное событие в Котласском районе. Там накануне открылась ледовая переправа через реку Вычигду. Теперь из райцента в Сальвычегодск люди могут добираться по короткой дороге, не простаивая в пробках. Валентина Приходько подробнее. Переправу на 46-м километре местные жители уже давно прозвали дорогой жизни. Если не здесь, то через Коряжму, а это десятки лишних километров. Бездорожье, нервы и драгоценное время. В Сальвычегодск многие ездят каждый день на работу. В этом году ледовую переправу через Вычигду открыли позже обычного. Причина – аномально теплая зима. Для движения автотранспорта необходим очень толстый лед. Каждый год наморозка происходит, скажем так, со своей спецификой. В этом году, сами видите, среднесуточная температура выше нормы. Поэтому использовали каждую возможность. И любой день 6-7 градусов мороза уже производили заливку. Ну, заливать пришлось очень много. Постоянно. И в декабре мы заливали, в январе, а потом оттепили, чтобы оттепили. Хотя бы это все не оттаяло. Протяженность переправы – полтора километра. Для заливки администрация Котловского района наняла подрядчика в результате аукциона. По аукциону подрядчик выиграл миллион девяносто три. Но так как переправы открываются позже, то сумма будет корректироваться. Пока по дороге жизни ездят машины массой до двух тонн. За следующей неделе разрешат переправляться тяжеловесом до трех с половиной тонн. Состояние переправы нормальное. Толщина льда от 40 сантиметров минимально 40. Ледовая переправа является объектом нашего надзора. То есть мы постоянно за работой, за эксплуатацией переправы среди органы ГИМС. Все это проверяют. Уже сегодня переправа открыта круглосуточно. Проезд бесплатный. Здесь постоянно дежурят специалисты обслуживающей организации.